Приветствую всех поклонников авиации с Firefall Fire. За день до релиза, да и в блогах, появился полковой Ханта. На удивление его добавили Германии, а не Великобритании, как и остальные модификации. Вроде это объясняется тем, что у немцев проблемы со штурмовкой, и поэтому им нужен был новый реактив. С чем я, кстати, согласен. Действительно, с БР 9.0 до 9.7 единственным штурмовиком был МиГ-23БН, и то его добавили относительно недавно. Можно, конечно, использовать Г-91, но урон от Нордов рандомный, и никогда не знаешь, повезет тебе или нет. Поэтому на 9.3 пришел на помощь новый швейцарский реактивный истребитель. Как по мне, это лучший Хантер в игре. Я, конечно, не любитель подобного реактива, но хорошее подвесное вооружение, ЛТЦ и скромный боевой рейтинг делают этот самолет отличным истребителем. Одна из главных его особенностей – это наличие подвесных топливных баков. Сейчас карты в авиарбе стали больше, но полный бак заливать Хантеру не хочется, потому что он становится тяжелее, и это напрямую влияет на характеристики самолета, а минимального количества топлива не хватает на полноценный бой. И вот тут как раз на помощь приходят внешние баки. Долетайте до центра карты, завязывайтесь в маневренный бой и скидывайте лишнее топливо. Только следует это делать, когда вы уверены, что без баков вы противника не перекрутите. Потому что очень часто происходят такие ситуации, когда враг от нас просто убегает и не хочет завязываться в бой. Хантер – своеобразный реактив, в том плане, что, к примеру, когда у нас имеется большая скорость, мы отлично доворачиваем, но следует нам ее потерять, то мы уже отдаем позицию. Опасным для нас будет Ф5, который легко до нас доворачивает. Чтобы не уйти в ангар раньше времени, необходимо обманными маневрами выжать из него энергию, и затем просто от него убежать. УТЦ у нас есть, поэтому ракеты для нас не страшны. Главное – вовремя их откидывать. Наше курсовое вооружение представлено из двух 30-метровых пушек АДАН. Для меня всегда было сложно подобрать правильное упреждение. То в очередь у меня перелетало за противником, то перед ним. Но боекомплект вместительный, поэтому даже к косовому стрелку удастся сделать фраг. Лен, то есть, что я задействовал для воздушных целей. Ракеты воздух-воздух представлены копией АМ-9П. В статье была указана серия 3, которая должна быть с малодымящим двигателем и мощнее. Но в игре это копия АМ-9П. Ракеты хорошие, им претензий никаких нет. Хантер чувствует себя отлично на 9.3. Да, это не самый быстрый реактив и не самый маневренный, но он хорошо сохраняет энергию, и на нем приятно летать. Единственный момент, который меня раздражал – это хрустальный хвост. Было несколько случаев, когда на проходе кто-то задевал руль направления, и вместе с ним отказывали в руле высоты. Посадить, конечно, самолет с такими повреждениями можно, но вы теряете очень много времени. И к тому моменту, когда вы будете заходить на посадку, возможно, бой уже подойдет к концу. Но есть и обратная сторона. Если попадает по крылу или фюзеляж, то хантер может запросто впитывать урон. В совместных боях, на удивление, у нас скромный набор подвесов, бомбы различных калибров и нары. Вычислителей у нас нет, и попадать с неуправленных ракет – это еще задача. Можно попробовать уничтожить легкобронированную технику при помощи курсового вооружения. Пробой пушек достигает все же 37 мм, но с другой стороны БМП-2 или Деривация спокойно вас собьют еще на подлете. Но у хантера имеется и управляемое вооружение. Видите, двух ракет АГМ-65Б должны были быть еще управляемые бомбы ГБУ-12, но они куда-то исчезли. Может быть, их добавят позже. Пока что приходится удовольствоваться мавриками, которые стоят неоправданно дорого, и подвесить можно всего лишь две ракеты. Учитывая, что АГМ-65 может попасть по ОБТ и сломать ему все лишь пулемет, эффективность подобной штурмовки находится под сомнением. Другой вопрос – а как пилот целится этими ракетами, если в кабине нет ни одного экрана? Тут очередной промах по модели кокпита. Для многих он останется незамеченным, но только не для меня. Как раз таки время обсудить симуляторный режим. Хантер здесь как рыба в воде. По управлению симулятор стабильный, позволяет двойиться со всеми истребителями. Срыв потока может наступить только при резком маневре, когда скорость упадет ниже 700 км в час. Тут следует быть аккуратным, перетягивать ручку вирже не стоит. Все же энергии у хантера достаточно, чтобы оставаться в выигрышной позиции. Особенно хорошо проходят атаки на вертикале. Боевой рейтинг в рамках противостояния ограничен до 9,7. Так что мы всегда воем в топе, и баланс тут можно сказать даже лучше, чем в АВРБ. Единственное, нужно быть внимательным. Контакта видно плохо, а РЛС у нас нет. Имеется только радиодальномер. Он, безусловно, поможет сразу навести ракету на цель, но нормальной информации он нам не предоставляет. Обзор из кабины хороший. Отлично видно всю саднюю полусферу, только не очень смотрится переднее бронестекло. Оно узкое, и рама закрывает порой противника. Еще помогает наличие СПО. У многих реактивов имеется, как и у нас, радиодальномер, и за счет него мы иногда можем заранее узнать об атаке. В заключении могу сказать, что швейцарский хантер – очень комфортная машина для авиарежимов. Как для истребителей, у самолета есть все необходимое в виде ракеты, ЛТЦ и хороших ЛТХ. Остальное – дело уже опыта и практики. На фоне него странно выглядит хантер F6, который без ЛТЦ и с рамами до сих пор находится на 10.0. Или пакетный, с двумя АМ-9Е и тоже без ЛТЦ. Что тут сказать? Улитка делает баланс. Может быть, когда-нибудь соберется на них статистика. С точки зрения истории, в 1957 году Швейцария искала для своих ВВС новые реактивные истребители. Им приглянулись британские хантеры, и они решили сделать заказ. Закупили для начала версию F6, а затем уже самолеты переодевали под модификацию F58, добавив новые радиостанции и тормозной парашют. В Швейцарии самолеты еще доработали, установив бомбовые прицелы и ракеты АМ-9. В начале 70-х была проведена еще замена двигателей, а в 82-м году было установлено СПО, ракеты Маврик и ГБУ-12. На удивление, в ВВС Швейцарии эти самолеты задержались аж до середины 90-х, что по меркам авиации срок немаленький. Вот такая история. Подписываемся на канал, заглядывайте в описании и до новых встреч. Пока-пока.